здарова все колоритными видончик такой да надо немножечко разбавить сегодня будем делать с вами печь для плавки алюминия ну как печи мы не печь нифига короче все на ю тубе страдают и я тоже решил пострадать потому что мне надо не потому что вот мне делать нечего а потому что ну надо иногда и нужно иногда нужны болванки и их надо лить самому потому что покупать болванку это это чуть-чуть безумие и у меня есть заготовку под тигель это вот такая вот труба сосед здорова тебе привет андрюха спасибо за трубу она это конечно же не холодно катанная то есть минутка не то чтобы холодно катанная короче она шовная есть мешок вот изнутри вы видно хорошо да хрен бы с ним все ништяк и мне принципе устраивать это нержавейка пищевая она не магнится вообще то есть абсолютно был короче я тут на металлоприемке не такой говорю блин мужики нужна короче нержавейка вы такой вот листочек говорю волны нержавейка лежит нет это говорит ржавейка то есть черняга типа в смысле черняга хочешь сказать что вот такой вот кусочек нержавейки это когда-то была труба а дымохода вот типа вот он от магнится это типа не нержавейку нет это короче блин черняга вставлять они нержавейку выкидывать в чернягу металлоприемки вообще так поехали я конечно не долго спорил в итоге но это было дело вечером и мне вот такого вот кусочка хватит вполне но темно было и я не видел толком не видно было и такой еще как-то легковато она это вот нержавейка твоя это горит нержавейка бери эти бесплатные отдаю игру ну ладно фиг с ним мне в принципе диаметр подходит даже слишком но придя домой я понял что это д-16 тендер алюминий он него в паре вот как нержавейку представляете капец короче да он также он все также не магнитится этого дня димовый магнит у меня и он это вот он магнится болит тебе охрана дерешь дай зараза а к этой магнится но это алюминий не знаю что на металлоприем конечно чудеса творятся иногда иной раз сегодня заезжал нужен нужна нержавейки кусочек там ну труба там из нержавейки такого приличного диаметра хочу сделать внутрянку для печки вот нашел нет нет агрейт ничего ничего нет нет из нержавейки вон кастрюлю только лежит боленье как фигово груда герпала жути по этой по свалке попавам по помойке твоей посмотри что у тебя есть и нахожу и чем вы думаете вот такой вот бак из нержавейки стопроцентная нержавейка не магнитится ваш пет пищевая нержавейка это это ну если кто не узнал это короче типа термос чайник электрический здесь был крайник раньше здесь был какого блин термометр который показывал температуру и уровень воды нет уровень воды показывались и вот там внизу короче стоял нагревательный элемент здесь вот валяется кстати в нагревательном элементе алюминий игру этого чего туда это гереть типа черняга говорит ну давай сколько вот за вот это вот все вот это 40 рублей типа 20 рублей кило я согласен это это пригольно я не против вот вот такая штука у меня есть вся фишка в чем то есть вот у меня кастрюля нее будет вставляться уменьшенный диаметр вот этой вот трубы то есть вот кастрюлю давайте его на полу все это дело покажу короче вот кастрюля я сделаю из этого ну я ее так вот разрежу уменьшу диаметр и делаю вставку из этого вот делать туда внутрь кастрюли между нержавейкой и черняга я проложу минеральную вату либо вату которую найду каменная и греть все это дело буду я паяльной бензиновой лампой вот такая вот задумка у меня тиголь который будет вот такой вот он у меня я думаю мне столько столько мне алюминий хватит за раз потом будет стоять здесь короче на своей небольшой подставочки такой вот он будет стоять сверху будет крышка накрываться чтобы это все дело там не сильно испарялась к этому вот к этой кастрюле нужно сделать правильно нужно сделать подставку на уровень примерно лампы и надо это дело сейчас все вот разрезать запилить подварить приварить сделаю подставочку и можно будет наверное пробовать пробовать паяльную лампу я вроде бы летом пробовал вроде работает а так хрен ее конечно же знает так ну вот так получается здесь место нормально для удержания тепла и тут маленькая подбочка я не думаю что она должна быть больше вот такой тигель хотя фиг его знает так вот будет неплохо можно сваривать теперь так сказать не совсем тушами нужно вот такую тоненькую пластинку и варить такой толстый трубе это не ржавейка это тоже не ржавейка это пищевая это нет вот я вырезал уже в принципе по размеру самое важное здесь это приварить так чтобы все было герметично максимально максимально герметично приварить вы сами знаете не так уж и просто ну да ладно а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Я думаю, что она даже герметичная. Сейчас надо водички сюда набрать, как раз охолодить ее. Вроде бы так это ничего. Вот снежок. Вроде бы так. Нормально бы вроде. Не знаю, здесь конечно намокло все. Но я вроде бы внахлест варил. Все должно было провариться. Сейчас поставим на печку. Так, ну я не знаю, видно, не видно. Вон пар идет, короче, стояла на печке, прогревалась. Ну, чтобы снег растаял. Смотрим, нигде ничего даже не потеет. Даже не потеет. Я вообще молодец. Вот, все отлично. Вот такой тигуль у нас будет из нержавейки. Здесь, наверное, толщина стенки 3. Местами, наверное, даже... Нет, 3. Местами 2. Где шов. Ну, в любом случае, это лучше, чем обычный тигуль. Ну, чем обычный, короче, из черняги. Этот будет... Должен жить дольше. Насчет вот этого дна я не уверен. Будем ненавязчиво искать толстую нержавейку. Чтобы хотя бы там миллиметра 3 было, чтобы ее на днище приварить. Я думаю, и это тоже не прогорит. Нифига. Вот. Так, тигуль у нас готов. Надо к нему еще два уха приварить, за которые можно будет брать. И здесь надо будет сделать ему ножки, на которых он будет стоять. Дальше. Я не знаю, как лучше сделать. Вот у меня кастрюля. И как бы вот эту вот трубу на дно опускать не совсем хорошо. Ее надо на что-то подставить. У меня есть вот такая вот фигня. Ну, она тоже не ржавейки. Я боюсь, что ее при нагреве поведет там нафиг. То есть она дает зазор. От днища этой кастрюли до трубы под тигель. То есть если ее вот так вот, а это вот так вот прихватить к ней, ну, она чуть-чуть торчит, это в принципе фигня ни о чем. Сюда придется дать заводить трубу, через которую будет залетать огонь. Ну да, наверное, так сейчас и сделаю. Так, вот так вот я, короче, ее подварил. Такая фигня получилась на ножках. Во, ножички у нее такие вот. Короче, три штучки, три ножки. Такая вот штука, я так, ну, я так вот на точке тут попрессирал чуть-чуть. Что думаю? Там вниз, короче, ляжет минеральная вата, ну, каменная вата. Значит, он будет очень хорошо держать люмишку. Ну, хотя там она, по-моему, и так не очень сильно просачивается во всякие щели. Ну что, печь 1.0 готова, так сказать. То есть я все подготовил, в принципе. Получилось вот так вот, а. Все сделано из листовой стали, кроме вот этой вот трубы, которая на кидель пошла. Ну, то есть здесь что? Здесь я прихватил пока что на одну сварочную точку, здесь вот снизу, и не больше. Пока что вот так вот, а. Пока оно здесь одето так довольно-таки плотно. Я думаю, сейчас оно, как это сказать, сейчас один раз прожарится, оно примет свою форму нормальную, какую должна принять. Я надеюсь на это. И уже, там сказать, встанет на свои законные места, какие она будет стоять. И от этого уже будем плясать. Так сказать, нужно произвести пробный запуск. Так. Я это сделал специальную фигню, чтобы вынимать тигль. Вот так вот тигль у меня получился. То есть вот три ножки из трехмиллиметровой стали. Тут два болтика, точнее две шпильки, которые валялись у меня в гараже. И вот так вот это делаю сюда. Шлепзем довольно-таки мало места в топке. Все очень плотно. Я планирую сверху класть крышку с небольшим отверстием, чтобы она, ну, чтобы все-таки же как-то хоть дышала. А все остальное пофигу. Так что можно сейчас разжигать лампу паяльную и пробовать прогреть и сплавить хотя бы хоть чуть-чуть. Посмотреть, как расплавится. Отвалится ли у меня дно. Вот. И отвалится ли вот эта вся конструкция развалится. Так что делайте ставки и напишите комментарии. Погнали, разжигаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!